Руки прочь! Прекратить бандитские действия! Плакаты демонстрируют накал эмоций, в котором сегодня живут обитатели этой новостройки. Копья ломают вокруг подсобного помещения из трёх небольших коморок, общей площадью 16 квадратных метров. Раньше им пользовалась управляющая компания «Уютный дом». В прошлом году жильцы выбрали совет дома. Общественники решили – помещение – общедомовая собственность. Мы собрали собрание, принесли протокол от 24 апреля 2016 года. Вектор попросил месяц на то, чтобы вывести здесь архив. Здесь хранились бумаги. Месяц прошёл, и этот самый главный инженер заявляет, что мы вам просто так помещение не нададим, только по суду. Суд встал на сторону собственников. Обязал управкомпанию освободить помещение и передать ключи совету дома. Управляющая компания подала на апелляцию. Юрист был в большей уловке. Он вообще говорил, что они не занимают это помещение, что оно пустует. Они просто охраняют его, судья говорит, от кого? От собственников. Чтобы не было вандализма. Это было вообще что-то. Областной суд оставил решение районного в силе, но изложил его в иной редакции. Обязать ООО «Уютный дом» освободить помещение согласно техническому паспорту номер 26, 27, 28. В доме номер 14 по улице Билана в Липецке. Заметьте, не переделать помещение, а освободить. Но управляющая компания уцепилась за слова «согласно техническому паспорту». Оказалось, по техпаспорту сквозь это помещение должен быть пожарный проход со двора на улицу. Говорят, раньше этого не замечали, теперь увидели. Стену решили демонтировать. Мы не смотрели в проектную документацию до тех пор, пока не было необходимости. Все вопросы не учтешь, а там оказалось по проекту пожарный проход. На самом деле его нет, он заложен. А они хотят пробить его. То есть пять лет он не требовался, а сейчас, когда надо вернуть это помещение собственникам жильца, они хотят вот здесь пробить веру сквозь. Позволить портить подъезд жильцы не хотят. Они установили круглосуточное дежурство. Мы стояли пикетом и не позволили им туда войти. Хотя они там уже все разбомбили, но это последний пункт, чтобы они не продолбили стену, находящую в подъезд. Главный инженер сказал, что он ляжет костьми, но сделает так, как он захочет. Что если он пробьет здесь стену, мы никогда ее не загородим. Когда мы начали говорить, ну мы же можем это восстановить, он говорит, вы восстановите, я снова сломаю. Сергей Давыдов подсказал путь решения проблемы. По закону определяющим является мнение собственников. Но проголосовать, чтобы не ломать стену, должны две трети от их общего числа. Если требуют люди сделать по закону, значит оно по закону так и должно быть. По закону там пожарный проход. Если они примут решение его реконструировать, закрыть, им дадут такое разрешение, тоже никаких проблем не возникнет. Но жильцы дома утверждают, такой способ им никто не предлагал. Где написано, что вам нужно демонтировать стены? Там не было. Там на технический паспорт ссылались только номера помещений. Номера помещений. Держите, это план помещений, который должен состоять. Нет, это план. Это уже просто амбиция человека, понимаете, вот как. Вы захотели войны, я вам войну устрою. А вы хотите войны? Мы не хотим войны. Поэтому вот мы вынуждены воевать. То есть вот это как вариант развития ситуации? Вы не хотите с ними ссориться? Нет необходимости. Нормы жилищного права дают собственникам основания использовать имущество в своем доме по своему усмотрению. И если бы жильцам объяснили, как миром решить проблему, возмущения пикетов бы не было. Ведь в любом случае худой мир лучше доброй ссоры. Марина Карасик, Валерий Фаустов, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время.